Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история нового времени с конца XV по XVII века, 7 класс, издательство Просвещение». Параграф 2. Конкиста и конкистадоры. Завоевание нового света. Термины. Конкиста и Латинская Америка. Личности. Эрнан Кортес и Франсиско Писарро. Даты. 1492 год. Основание первого поселения испанцев в новом свете. С 1519 по 21 годы. Завоевание Эрнаном Кортесом империи ацтеков. С 1532 по 1535 годы. Уничтожение империи инков войсками Франсиско Писарро. 1697 год. Падение последнего города-государства Майя. То есть, как видите, Майя, несмотря на то, что они все такие были из себя, отдельные и вроде как империи не создавали, просуществовали они при этом гораздо дольше, чем великие империи Латинской Америки в виде инков и ацтеков. Как европейцам удалось завоевать Центральную и Южную Америку? После открытия нового света началась Конкиста. Это от испанского завоевания. Всего за несколько десятилетий конкистадоры покорили сотни племен и огромные государства на территории Центральной и Южной Америки. Во времена первой экспедиции Колумб основал на острове Гаити колонию Лановидат в 1492 году, но ее ждала незавидная судьба. Испанские поселенцы жестоко обращались с местными жителями, за что те отомстили, перебив колонистов. В 1496 году Колумб заложил на Гаити город Санто-Доминго, ставший отправной точкой для последующего завоевания острова и соседних территорий. В 1513 году испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перещейк с севера на юг и первым из европейцев вышел к побережью Тихого океана. В 1519 году испанцы под командованием Эрнана Кортеса высадились на юго-западном берегу Мексиканского залива в государстве ацтеков. С помощью племен, угнетаемых ацтеками, конкистадоры сумели занять Теначтитлан, столицу империи ацтеков, а его правителя Монтесуму II обманом захватили в плен. Возмущенное вероломством и алчностью захватчиков населения Теначтитлана подняло восстание и изгнало их. Погибло больше половины отряда Кортеса. Уцелевшие нашли убежище в Тласкале, враждебном ацтекам государстве. Подчинив соседние племена, конкистадоры в августе 1521 года, после продолжительной осады, вновь овладели Теначтитланом. Развалины города были преданы огню. За короткий период испанцы завоевали и большинство городов государства Майя, народа, создавшего одну из самых высокоразвитых цивилизаций Центральной Америки. Но город Тайясаль сопротивлялся еще более полутора столетий. Пал только в 1697 году. Испанцам удалось продвинуться на территорию современных Техаса и Калифорнии. Значит, вопросы по картинке. Нам показана картинка Веникова Теначтитлана из фрагмента «Стенные росписи». И вопрос, что вы можете рассказать о могуществе государства ацтеков. Эта картинка очень показательна. Прежде всего, огромным количеством людей. То есть мы видим, что город Теначтитлан был огромным. Это был очень густонаселенный большой город, где было огромное количество самого разнообразного населения. Были рабы, были слуги, были простые свободные люди, были торговцы, были ремесленники, были состоятельные горожане, различные жрецы, знать. Всех их мы видим на этой картинке. Мы видим огромное количество различных товаров, которые присутствуют на картинке. То есть империя была большой, была развита торговля, было развито ремесло, были развиты города, которые были большими, причем в городах были дороги, мосты. А строительство мостов задача довольно-таки сложная. Все это показывает, что ацтеки были весьма развитым и таким могущественным, богатым государством. В 1532-1535 годах конкистадоры, возглавляемые уже, то есть это другой отряд, и возглавляемые Франсиско Писарро, разгромили империю инков. Сначала им удалось захватить в плен правителя индейцев Атауальпу. За его освобождение Писарро потребовал огромный выкуп. Доставленный золотом наполнили комнату, серебром еще две комнаты. Но это не спасло пленника, которого предали суду по обвинению в мятеже против испанского монарха и задушили. В государстве инков вспыхнули распри, которыми Писарро легко воспользовался. Он вступил в столицу инков город Куско и вскоре подчинил себя всю страну. Любопытные детали. В Южной Америке конкистадоры познакомились с новым для них металлом – платиной. Крупинки платины прилеплялись к золоту, с трудом отделялись от него при промывке и почти не поддавались обработке. Испанцы дали этому металлу презренное название «платина» от испанского «платосеребро» – «серебришка» в переводе, и оценили его в пятеро дешевле, чем золото. Температура плавления платины составляет 1769 градусов Цельсия, поэтому европейцы очень долгое время не могли найти никакого применения этому металлу. К концу XVI века испанцы захватили почти всю Центральную и Южную Америку за исключением Бразилии, которая осталась за португальцами. Вопрос. Что общего было в действиях Эрнана Кортеса и Франциско Писарро? В том, что эти люди, будучи очень жадными, очень жестокими, одновременно были еще и очень умными. Имея небольшие отряды, потому что на каравеллах тысячи человек перевезти было невозможно, перевозили в лучшем случае сотню-другую. То есть отряды Франциско Писарро и Кортеса были невелики, меньше тысячи человек у каждого. И вот с такими отрядами эти самые конкистадоры захватывали огромные империи, полностью их уничтожая и получая невероятные богатства. Это показывает, что люди были, да, жестокими, но они были очень талантливыми, умными и невероятно смелыми. И они делали воистину ужасные, но великие вещи. Второй вопрос. Приведите примеры героического сопротивления индейцев завоевателям. Индейцы далеко не сразу поняли, что прищадьшие завоеватели намного страшнее любых местных врагов. И первое время эти самые местные племена активно помогали завоевателям, веря их словам, что те пришли освободить и помочь, а вовсе не захватить. Отсюда и многие проблемы в дальнейшем у этих местных индейцев, которые были очень быстро покорены сами, своими руками, помогая уничтожать тех, кто по идее мог бы оказать сопротивление захватчикам. Почему конкистадорам удалось завоевать Центральную и Южную Америку? Конкистадоры имели огнестрельное оружие и лошадей, вызывавших, особенно в первое время у индейцев, суеверный ужас. Всадник и конь казались им единым целым, грозным, карающим божеством, явившимся из древних индейских мифов. К тому же в армии конкистадоров были огромные и злобные собаки. Индейцы знали только маленьких, не умевших лаять собак, похожих на современных чихуахуа. Постепенно индейцы поняли, что кони и собаки это обычные животные и избавились от страха перед ними. Но противостоять слаженной атаке конницы конкистадоров инки и ацтеки так и не научились. И это несмотря на то, что этих самых всадников хорошо если две сотни было. И этих двух сотен вполне хватало, чтобы разгонять десятки тысяч индейских воинов. Огнестрельное оружие использовалось конкистадорами в основном для запугивания индейцев. В бою же разили мечами из талецкой стали. Таледо это город в Испании, которые считались лучшими в Европе. Кроме мечей конкистадоры были вооружены копьями и арбалетами. Рыцарские доспехи не были приспособлены к жаркому и влажному климату. Поэтому конкистадоры заимствовали у индейцев их защитную одежду из толстой хлопковой ткани, в которой стрелы застревали. Один из конкистадоров после боя насчитал около 200 стрел в своей защите и в защитной накидке коня. Конкистадоров поддерживали вера в то, что они распространяют среди язычников истинное христианство. Жестокие обряды многих индейских племен убеждали испанцев, что завоеванные земли находятся под властью дьявола и долг христианина донести до туземца свет истинной веры. Не забывали рыцари и о собственном обогащении. Участие в конкисте было отличной возможностью не просто поправить материальное положение, но и получить дворянский титул, как, например, Эрнан Кортес, ставший маркизом и управителем огромной территории. Или неграмотный бедняк Франсиско Писарро, который после разгрома империи инков мог помериться богатством со многими европейскими королями. Конечно, это были исключения, но как же они вдохновляли всех остальных. Конкиста осуществлялась при поддержке государства. Король заключал с генерал-капитаном, предводителем отряда конкистадоров, договор, согласно которому завоеватели обязаны были объявлять все новооткрытые земли собственностью испанской короны, обращать индейцев в христианство и отдавать королю пятую часть всей добычи, то есть 20% от всей добычи. Соблюдая эти условия, конкистадоры вместе с тем действовали на свой страх и риск с невероятной энергией и предприимчивостью. Когда говорят об успехах конкистадоров, часто отмечают, что испанцам помогали племена, покоренные ацтеками и инками и ненавидевшие своих поработителей. Это так, однако главные победы испанцы одержали без помощи так называемых союзников, зачастую предпочитая обходиться без них. В отрядах конкистадоров царила железная дисциплина. Капитана или солдата ждала смертная казнь не только за бегство с поля боя, но и за неисполнение приказа. Испанское войско действовало как единый организм. Совсем по-другому сражались индейцы. Когда начинался бой, каждый действовал сам по себе, стараясь проявить смелость и добыть трофеи для ее доказательства. Обычно это отрезанные уши врага или плененный враг. Например, у ацтеков запрещалось приходить на помощь соратнику. Воина могли обвинить в желании присвоить чужой трофей. Гибель военачальника для испанцев не была катастрофой. Его мгновенно заменял командир нижнего звена или даже простой солдат. У индейцев вождь, правитель считался полубогом. Его гибель или плен воспринимались как катастрофа. Как только убивали вождя, войско разваливалось. Конкистадоры быстро это поняли и наносили молниеносные кавалерийские удары в центр индейских войск, где обычно на пышном наряде восседал вождь. Известно даже случай, когда после гибели вождя сражение заканчивалось в считанные минуты. Наконец, индейцы не имели никакого представления о тактике ведения боя. Они сразу всеми имеющимися силами бросались в атаку. Испанцы же преуспели в военном искусстве. Умели ударить во фланг, зайти с тыла, нанести удары с засады. Вопросы. Объясните, в чем заключалось преимущество конкистадоров перед индейцев? Здесь можно упомянуть, конечно же, оружие, лошадей, крупных собак. Причем оружие как огнестрельное, хотя его использовали не часто. Порох надо было беречь, как и пули. В то время как, например, доспехи, мечи, копья, арбалеты ими пользовались очень активно. При этом индейцы, они не знали железа. Поэтому железное и особенно стальное оружие давало конкистадорам хорошее преимущество. От рыцарских доспехов конкистадоры довольно-таки быстро избавились, поскольку в очень жарком и влажном экваториальном климате в этих доспехах можно было реально свариться заживо. И перешли на местную одежду, которая состояла из плотной хлопковой ткани, которая, несмотря на свою плотность, все-таки была намного легче и проще для тела в сильно жарком климате. При этом защиту обеспечивала от местного индейского оружия ничуть не худшую, чем обычные доспехи. Потом у испанцев, огромным их преимуществом, была тактика. Великолепная военная тактика. Вот это у испанцев было. В то время как индейцы такой тактики не знали. И это был их очень большой минус. Второй вопрос. Какие особенности индейских государств и племен ослабляли их перед европейскими завоевателями? Очень просто. Во-первых, это то, что ацтеки и инки завоевали огромное количество местных племен и относились к этим местным племенам крайне враждебно. По этой причине эти завоеванные племена ненавидели своих завоевателей и поработителей и активно помогали испанцам, считая, что испанцы, как полубоги, пришли якобы их освободить. Они еще не знали, что испанцы пришли захватывать и будут еще более жестокими завоевателями, чем прежние племена. Но это проявилось намного позднее, когда индейцы уже ничего не могли исправить. Какие последствия имела конкиста? Завоевание Центральной и Южной Америки сопровождалось грабежами и уничтожениями культурных ценностей. Кроме того, первое время испанцы сомневались, принадлежат ли индейцы вообще к человеческому роду. Лишь благодаря страстной проповеди священника Бартоломе де Лас Касаса отношение к индейцам стало более гуманным, и испанцы приняли законы, защищавшие коренное население от произвола. Сами индейцы, как правило, об этих законах даже не знали. Лучшие земли завоеватели отобрали у индейцев и поделили между собой. В Южной Америке испанцы обнаружили богатые месторождения золота и серебра, и тут же активно начали их разрабатывать. Конкиста имела еще одно, пожалуй, самое страшное для местных жителей последствия. У населения Америки отсутствовала сопротивляемость к прежде не встречавшимся здесь болезням, таким как оспа, корь, тиф, грипп. Это привело к массовым эпидемиям и вымиранию огромного количества коренного населения. По мнению историков, за годы конкисты погибло подавляющее большинство индейцев, обезлюдили огромные территории. Недостаток рабочих рук испанцы и португальцы начали восполнять ввозом чернокожих рабов из Африки. Здесь сразу же добавлю, испанцы все-таки далеко не все население уничтожали. Не надо сравнивать испанцев и англичан. Англичане уничтожали практически все местное население. Например, Соединенные Штаты, Канада. Хорошие примеры, где от индейцев практически ничего не осталось, как и в Австралии. В Испании индейцы продолжали себе благополучно жить. В таких государствах, как Боливия и Перу, в настоящий момент индейского населения, которое пережило испанцев, больше половины от числа населения. А речь идет, извините, о многих миллионах населения. Это очень показательно. Негров испанцы из Африки тоже особо не ввозили, потому что в Африке у испанцев колоний не было. А вот Португалия действительно завозила десятки тысяч чернокожих рабов. Поэтому Бразилия сейчас уже является скорее чернокожей страной, чем белокожей. Потому что Бразилия принадлежала именно Португалии. И там огромное количество чернокожего населения. Фундаментом новых отношений между белыми, индейцами и африканцами постепенно стали язык и вера завоевателей. Поскольку испанские и португальские языки имеют латинскую, то есть древнеримскую основу, то за землями, покоренными конкистадорами, прежде, позже закрепилось название «Латинская Америка». Возник новый мир, причудливо соединивший европейские, индейские и африканские черты. Проще говоря, все страны Америки, которые говорят на испанском и португальском языках, это латинская Америка, по сути дела. А на этих языках в Америке, если не брать всякую мелочь, всякие Багамские острова и Ямайку, то на испанском и португальском, здесь проще сказать, кто говорит не на испанском и португальском. Это Соединенные Штаты и Канада. Вот эти две страны говорят на английском и французском языках. И то в Соединенных Штатах и огромные территории, они говорят на испанском. Калифорния, например, огромный штат с населением более 40 миллионов человек. Он в основном говорит на испанском, а вовсе не на английском языке. Основные указатели в Калифорнии на испанском, и только потом идет английский язык. Такова специфика. Вот, собственно говоря, такой вот интересный момент. Поэтому испанский язык на самом деле, он более интересен, чем английский язык, и тем более, чем французский или какой-нибудь немецкий. Вопросы. Как относились конкистадоры к покоренным народам Латинской Америки? Это забавно, но отношение к ним было более гуманным, чем у всяческих английских переселенцев в Северную Америку. Конкистадоры завоевывали индейские племена, покоряли, кого-то, конечно, уничтожали. Но при этом такого массового уничтожения, как в Северной Америке, в Центральной и Южной Америке никогда не было. Поэтому очень многие индейцы, они пережили испанцев благополучно и сейчас постепенно увеличивают свое население, из-за чего население у них довольно-таки активно растет. В том числе, кстати, и в Мексике. Там всяческого индейского населения тоже довольно-таки много. Поэтому, да, с одной стороны была жестокость, были покоренные народы, были уничтожены племена, но, с другой стороны, все-таки индейцев вот так вот, полноценным геноцидом испанцы и португальцы никогда не отличались. Второй вопрос. Каким культурным последствиям привела конкиста? С одной стороны, конечно, это было культурное смещение, потому что сами конкистадоры обнаружили весьма своеобразные империи с сильно отличающимся от всего, что они раньше знали, культурными обычаями. Сами индейцы познакомились с европейцами и культурными обычаями, и религиозными обычаями уже европейцев. Причем местные верования, они были практически полностью вычеркнуты, вместо них пришло христианство, причем конкретно католическое христианство. Но постепенно, особенно к настоящему моменту, католическое христианство в Южной и Центральной Америке, в Латинской Америке, слегка преобразилось. Скажем так, католическое отношение к христианству, например, в Испании и Португалии и где-нибудь в Мексике или Бразилии немного отличается. Отношение вот этих вот индейских народов, оно более потребительское. Там считают, что как бы если я приношу молитву, то как бы Бог должен помочь, обязательно помочь. В то время как в Европе такого отношения не было. Так сказать, сам, человеческие силы отдельно, божественные отдельно. Вот такая вот своеобразная специфика. Поэтому и отношение к алтарям, например, в Латинской Америке, к церквям, оно несколько отличается от европейского. Но при этом вся Латинская Америка полностью католическая. Вопросы и задания, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Рассмотрите иллюстрации в начале параграфа. Как они передают его суть? Вот перед нами иллюстрация из начала параграфа, подписанная Штурм Теокалли Эрнаном Картесом. То есть это один из городов ацтеков. Мы видим, собственно говоря, сражение индейцев с конкистадорами. И мы видим, что в целом конкистадоры явно побеждают тесня индейцев, потому что индейцы фактически голые, а сами по себе конкистадоры полностью одеты в доспехах с хорошим оружием. И мы видим, что конкистадоры явно побеждают. И сражение при этом идет, конечно, очень и очень такое ожесточенное. Индейцы сопротивляются достаточно серьезно. Поэтому на этой картинке очень хорошо видно, как, собственно говоря, происходила та самая конкиста огнем и мечом, по сути дела, она происходила, полным завоеванием с активным захватом территорий, городов и местного населения. Второй вопрос. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Принятие законов о защите индейцев, взятие куска, разорение Тиночетляна, основание Санту Доминго. Здесь все довольно просто. Самая первая, это четверка, основание Санта Доминго, потом третье, разорение Тиночетляна, потом второе, взятие куска, и потом первое, принятие закона о защите индейцев. Третье. Объясните смысл высказывания Кортеса. «После Бога не на кого нам было надеяться, кроме как на лошадей». Эта фраза показывает, что в первое время индейцы воспринимали лошадей как каких-то невероятных чудовищ на уровне дракона. И человек верхом на лошади воспринимался фактически как бог, который ведь человек не может покорить дракона. Поэтому индейцы могли сдаваться просто в виде всадника. Такой ужас внушал всадник этим самым индейцам. Далеко не сразу индейцы поняли, что лошадь – это самое обычное животное, причем еще и далеко не самое опасное, по сути дела. Четвертое. Объясните смысл популярного в начале 16 века высказывания «Бог стал испанцем». Ну, учитывая, как испанцы в 16 веке захватывали огромнейшие территории, покоряя их в самом полном объеме, как на испанском языке стали говорить целые континенты, здесь можно было использовать фразу, что да, бог стал испанцем, поскольку испанцы несли слово божье настолько активно и на настолько огромные территории, ведь целых два континента фактически говорили на испанском языке по большей части. Северная Америка, Южная Америка, огромное количество островов Карибского бассейна, они говорили на испанском языке. Ну, кое-где был португальский язык. То есть, эта фраза более чем соответствовала определенной реальности. Далее, пятое. Начните заполнение в тетради таблицы. Ну, очередной бред. Особенности действия европейцев в Центральной и Южной Америке. Здесь все довольно просто. Фактически это завоевание. Просто именно завоевание. В тропической Африке, а вот здесь завоевания не было. Здесь в основном работали португальцы, и вглубь территории они не лезли. Основывая в некоторых, хоть немного более-менее удобных местах для того, чтобы могли подойти корабли, небольшие торговые фактории, которые постепенно превращались в защищенные небольшие города. То есть, действия были другими. В Южной и Восточной Азии, по первости, вообще была в основном исключительно торговля. Ну, опять-таки, с основанием торговых факторий. То есть, если Центральную и Южную Америку завоевывали огнем и мечом, в тропической Африке основывали торговые фактории, в Южной и Восточной Азии в основном ввели просто торговлю, потому что там свои были города торговые, и население там с сталью было хорошо знакомо, поэтому там завоевание было куда-то как сложнее. Результаты действий европейцев в Центральной и Южной Америке. Полный захват огромнейших территорий, целого материка и его подчинение европейцам. В тропической Африке, как я сказал, это основание торговых факторий, через которые постепенно начало проникать влияние европейцев, но не более того. При этом начались активный вывоз из Африки чернокожих рабов, в основном в Южную Америку. Результаты действий европейцев в Южной и Восточной Азии, это активное развитие торговли. То есть, если раньше торговали в основном арабские купцы, то теперь стали очень активно торговать уже и европейские купцы. И в целом европейцев в Азии стало гораздо больше. И там, где раньше европейцев не видели вообще, теперь они стали абсолютно естественными и давно знакомыми гостями. Шестое. Что с вашей точки зрения было главным преимуществом испанцев над индейцами? Это, во-первых, было хорошее оружие, второе, великолепная военная тактика, И третье. Готовность, так сказать, идти до полного конца, имея совсем небольшие отряды, буквально в 300-500 человек завоевывали огромные империи. То есть, да, вот эта вот смелость, вот этот вот авантюризм, они были преимуществами испанцев. Седьмое. Сравните конкисту с крестовыми походами и реконкистой. Найдите не менее двух общих черт и трех различий. С одной стороны, и крестовые походы, и реконкиста. Из черт сходства это было активное участие рыцарей, это были активные грабежи, потому что народ шел не только за освобождением гроба Господня, то есть не только нес свет Христов, но и активно набивал свои карманы. Это черты сходства. Но при этом есть и серьезные различия. Их конкиста от крестовых походов и реконкиста отличалась тем, что, во-первых, народы в крестовых походах и реконкисты с европейцами были знакомы. И в целом были в немалой степени равны по своему развитию европейцам. В то время как в Америке народы сильно уступали европейцам по своему развитию. Они не знали железа, не знали колеса, многих других вещей. Это очень сильно отличало индейцев от европейцев. Второе. Народы при крестовых походах, при реконкисте это были мусульмане. Они не сильно-то отказывались от своей веры. В то время как народы в Америке их очень жестоко заставляли принимать новую веру. И в целом они это делали очень и очень, так сказать, активно, поскольку выбора у них никакого не было. Восьмое. В то время как большая часть индейских государств пала в короткий срок, некоторые племена все же долго и небезуспешно сопротивлялись завоевателям. А некоторые даже смогли отстоять независимость, как арауканы в современном Чиле. Объясните этот парадокс и укажите не менее двух возможных причин. Очень просто. Не забывайте. Южная Америка это места, где присутствуют практически непроходимые джунгли, в которых реально с легкостью можно было спрятаться. И вас и по сей день могут никто даже и не обнаруживать. А также неприступных гор. А штурмовать некоторые горные укрепления задача была практически нереальная. Если у каких-то поселений индейцев не было какого-то существенного богатства, то, собственно говоря, иногда конкистадоры считали, что ну их нафиг штурмовать эти неприступные укрепления без всякого толка. Все равно никакой добычи не получишь. И попросту оставляли их. То есть либо не могли найти, либо эти самые индейцы жили в настолько неприступных местах, что испанцы с португальцами смотрели на эти места и говорили, да ну нафиг, пойдем дальше, найдем какое-нибудь более удобное для штурма место, чем штурмовать вот подобные горные крепости. Девятое. В 1581-85 годах казачья дружина под руководством атамана Ермака Тимофеевича разгромила Сибирское ханство. Используя дополнительные источники, сравните походы Эрнана Кортеса и Ермака по плану. Причины походов. По сути дела причины очень похожи. Что Иван Грозный, что короли Испании, они посылали все эти отряды на завоевание, именно с тем, чтобы присоединить новые территории, разведать новые территории, поискать богатства и так далее. При этом огромное количество богатств, которые завоевывали, что казаки Ермака, что конкистадоры Кортеса, они по большей части оседали в карманах именно самих завоевателей. Причины успеха. Причины это великолепная военная тактика, отличное оружие и огромнейший авантюризм, который позволял что Ермаку, что Кортесу завоевывать огромные территории. Правда, здесь, конечно, надо показать, что Ермак все-таки захватил несоизмеримо большую территорию. Сибирское ханство по своему размеру было как современная Бразилия. То есть завоеваны были воистину огромнейшие территории Ермаком. Но завоеванные довольно-таки своеобразно. Ну да ладно, факт остается фактом. Территория к русскому государству присоединена была. Последствия. Для индейцев последствия были куда более тяжелыми. По той причине, что эти индейцы их, во-первых, косили болезни самые разнообразные. Потом, в немалой степени, они были фактически превращены в полурабов. В то время как население в Сибири, оно хоть и платило ясак подать определенный налог для русского государя. Но в целом, как жило, так жить и продолжало. У русского государства на тот момент в принципе не было населения, чтобы как-то начинать осваивать такую огромную территорию, как Сибирь. Основывали небольшие торговые фактории и, собственно говоря, активно развивали именно торговлю. Поскольку посылать каких-то поселенцев, там своя-то территория была пустая. Куда еще Сибирь осваивать? Судьбы предводителей. Ну, по сути дела, у Ермака судьба была несколько похуже. А у Кортеса он, в принципе, сумел получить огромные богатства. Хотя и Ермак тоже в немалой степени. 10. Поэт Бродский, посетив Мексику в 1975 году, в стихотворной заметке для энциклопедии написал «История страны грустна, однако нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным злом признано вторжение испанцев и варварское разрушение древней цивилизации ацтеков. Это есть местный комплекс Золотой Орды, с той разницей, впрочем, что испанцы действительно разжились золотишком». Согласны ли вы с таким сравнением? Своё мнение обоснуйте. Ну, здесь довольно-таки сложно так уж сравнивать с Золотой Ордой. Золотая Орда, придя... Ну, во-первых, с татаро-монгольским игом на территории Руси огромное количество вопросов. Огромное количество. И один из самых главных вопросов, а было ли вообще монгольское нашествие? Я не буду обсуждать, было ли иго. Иго было. Но вот кто был на территории Руси, это огромный вопрос. Поймите, есть такая наука генетика. И вот эта наука генетика, она, так сказать, всяческих полумер не признаёт в принципе. Если бы монголы были на Руси, мы все с вами, русские люди, сейчас были бы черноглазыми, черноволосыми и узкоглазыми. Но мы светловолосые, голубоглазые блондины. Извините, причём с белой кожей. Извините, генетика, она не признаёт таких полумер. Если бы были монголы, мы сейчас были бы полумонголами. Но мы остались чистокровными славянами. Следовательно, монголов не было. Кто здесь был, это очень большой вопрос. И был ли вообще тоже большой вопрос. Так что оставим. Поскольку если мы возьмём Мексику, где испанцы реально были, мы видим, что там огромное количество мулатов и метисов. То есть потомков от европейцев и индейцев, от европейцев и негров, которые на этой территории. То есть происходило смещение крови. На территории Руси смещения крови не было. Следовательно, монголов на этой территории просто не было. Кто был, совершенно непонятно. Это первое, что надо очень чётко знать. Да, испанцы сумели разжиться золотишком. Те, кто был на территории Руси, тоже, конечно, принесли довольно-таки своеобразное. С одной стороны, угнали огромное количество ремесленников. С другой стороны, при этом самом татаро-монгольском нашествии, на территории Руси были построены десятки новых монастырей, а также храмов и соборов, причём православных. Задается вопрос, с какого перепугу захватчики, которые вообще были совершенно отдельной религии, строили на территории русских захваченных княжеств огромное количество дорогущих православных храмов и монастырей. Очень большой вопрос. Поэтому сравнивать нашествие испанцев с Золотой Ордой несколько неправильно, на мой взгляд. Но вы должны отвечать, конечно, по-своему. И лучше скажите, что да, Золотая Орда была похожа на нашествие испанцев. Одиннадцатое. Подготовьте сообщение о походах Кортеса. Ну, это бред. Вряд ли кто-то это вообще будет задавать. Двенадцатое. Какие крупные географические открытия были сделаны в результате конкиста? Назовите не менее трёх открытий. Ну, здесь можно сказать так. Во-первых, это континент Северная Америка. Во-вторых, это огромная Амазонка. Сельва Амазонки и её огромные джунгли. В-третьих, это знаменитые Анды. В-четвёртых, это Тихий океан. Вот, пожалуйста, целых четыре открытия, которые были сделаны во время конкисты. Тринадцатое. Каково происхождение названия «Новый свет»? Дело всё в том, что был старый свет, Европа и Африка. И раз появился новый континент, следовательно, это был новый свет. Вот отсюда появилось это название. Изучаем документ. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы. «Всё это было против справедливейшего и незапятнанного закона Иисуса Христа, и вопреки всякому естественному основанию, и к величайшему бесчестью имени Иисуса Христа и его христианской религии, и к полному воспрепятствованию вере, и к невосполнимому вреду для душ и тел тех невинных людей. И верю, что за эти несчастливые и порочные и постыдные деяния, так несправедливо, тиранически и варварски совершенные по отношению к ним и против них, Господь должен пролить над Испанией свой гнев и ярость, ибо вся она получила и пользовалась, как по малу, так и по многу, окровавленными богатствами, награбленными и беззаконно отнятыми, и нажитыми злом, и с такими бедствиями и истреблением тех людей. Если только она не покается, и боюсь, что поздно она это сделает или никогда. Назовите автора документа, из которого взят этот отрывок. Это отрывок из проповеди Бартоломео де лас Касаса, который, собственно говоря, был как раз таки в 15-16 веках. Он прочитал эту проповедь, из-за которой, во-первых, индейцы были наконец-то признаны полноценными людьми, и были приняты в Испании и Португалии законы, которые стали все-таки хоть немного, но защищать индейцев. Так как до этого, если не человек, то и убить его можно вообще как угодно. Если все-таки человек, надо относиться с христианским смирением. Здесь уже ситуация была другая. Да, конкистадоры, конечно, были очень жестокими, но после этой проповеди Касаса ситуация начала меняться. Теперь уже священники начали активно крестить индейцев, запрещая их убивать просто так. Значит, далее. О каких народах и постыдных деяниях идет речь в тексте? Как раз таки о деяниях конкистадоров, о разгроме огромных империй и о захвате десятков городов, о захвате огромного количества индейцев, среди которых было огромное количество погибших. Какие последствия имела деятельность автора документа? Были приняты законы, которые, во-первых, признали всех индейцев людьми, следовательно, у них была душа, а о душе надо было думать. Второе, если человек, он может перейти в христианство, следовательно, надо помочь ему перейти в христианство, а не убивать его, потому что кому-то так захотелось. То есть теперь уже появились законы, которые защищали индейцев. Конечно, защита была своеобразная, но все-таки по сравнению с тем, что было на начальных этапах конкисты, это уже стало резко запрещенным. Индейцы, конечно, об этих законах не знали, но все-таки постепенно назначаемые губернаторы и особенно огромное количество священников и монахов, которые отправились крестить индейцев, они стали следить за тем, чтобы крещенных индейцев уже не убивали просто так. Ну, конечно, при этом эти индейцы были вынуждены работать на захватчиков, но просто так убивать их, издеваться над ними уже было нельзя. Как, собственно говоря, и забирать у них абсолютно все. Это уже тоже было нельзя. Появились законы, которые все-таки стали защищать. Испанцы рабовладением особо никогда не увлекались. Они не были португальцами. Португальцы, да, рабовладение в Бразилии существовало вплоть до 19 века. В то время как Испания рабовладением не увлекалась, предпочитали другие методы, более гуманные, если так можно высказаться. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Почему испанцы и португальцы сумели завоевать Центральную и Южную Америку? Ну, в Бразилии попросту не было никаких особых империй. Местные племена, они были достаточно примитивны, поэтому португальцам не составило вообще никакого труда захватить эту территорию. А испанцы, они были очень авантюрными. Они были хорошо подготовленными, были готовы идти вообще вот до конца ради веры и богатства в огромном объеме. Поэтому им и удалось захватить огромнейшие территории. При этом, опять-таки, на стороне испанцев стояло то, что у них было хорошее оружие, огнестрельное оружие, доспехи, лошади, крупные злобные собаки. Все это, опять-таки, помогало первое время завоевывать огромные территории. Но были целые племена, которые благополучно сумели пережить это испанское вторжение, причем даже сохранив свою независимость, причем полностью сохранив ее, как, например, те же самые Аруаканы. Это тоже присутствовало. То есть, испанцы все-таки массовыми убийствами не увлекались. А вот англичане, да, те занимались полноценным геноцидом.